здравствуйте дорогие мои вы на канале все для женщин с вами хелена сегодня я предлагаю вам приготовить вместе со мной очень вкусную кабачковую игру как с ссср а те кто моих годов помнят что эта икра была обалденно вкусная и мы все ее очень любили вот сегодня вам предлагаю вместе со мной попробовать приготовить этот рецепт вы не пожалеете икра получается обалденно вкусная но сейчас приступаем приготовлению все очень просто готовьте повторяйте за мной и у вас все получится дорогие мои хочу вам сказать чем не нравится этот рецепт заготовки кабачковой икры как ссср на зиму сюда не надо добавлять уксус в майонезе присутствуется уже уксус а также сахар имеет такой у нас имеется таким консервантом который также способствует не добавлению уксуса так что приступаем к приготовлению для приготовления кабачковой икры мы вначале с вами порежем на мелкие кусочки кабачки кабачки порежем и измельчим на мясорубке перекрутим на мясорубке если у вас кабачки перезревшие то обязательно удалите семена если у вас кабачки молоденькие то семена удалять не обязательно просто нарезаете на определенные кубики можно было перемолоть на мясорубке резанные кабачки перекручиваем перемалываем на мясорубке у меня как раз нет такой кастрюли я ставлю вот такой расширитель это будет самый раз чтобы наша икра не подгорела ну что же я сейчас поставлю кабачки тушиться и продолжу в кастрюле в которой вы будете готовить икру вылите в кастрюлю пол стакана растительного масла и туда же добавляем кабачки и ставим на огонь тушиться час-полтора пока у нас с вами тушатся кабачки мы с вами измельчим лук в мясорубке в мясорубке пока у нас с вами готовятся кабачки мы сейчас приготовим заправку высыпаем в кастрюльку сахар майонез томатную пасту соль а также молотый красный и черный перец по вкусу ну понемножку перемешиваем сразу хочу вам сказать что в этот рецепт уксус добавлять не стоит он там совершенно не нужен потому что у нас с вами в майонезе имеется уксус и этого будет совершенно достаточно для нашей икры лук у меня поджарился слегка я его укладываю кастрюлю вместе вместе с кабачками перемешиваю добавляю в кастрюлю оставшиеся растительное масло перемешиваю перемешиваю и выливаю готовый соус что я приготовила также выливаю в кастрюлю перемешиваю перемешиваю и провариваю на медленном огне примерно час идет полным ходом процесс приготовления кабачковой икры ну что мои хорошие икру я отварила почти два часа сейчас я буду взбивать ее блендером сейчас я взбила блендером еще раз икру сейчас я поставлю на плиту и прокипячу минут 15 после чего продолжим кабачковая икра готова осталось ее разложить по баночкам и закатать крышками и закатать крышками ну вот и все дорогие мои очень вкусная домашняя икра как в СССР готова кабачковая икра очень вкусная надеюсь что вам мой рецепт понравится желаю вам приятного аппетита желаю вам вкусных домашних заготовок на зиму оставайтесь со мной готовьте вместе со мной с вами была ваша Хелен всех люблю обнимаю пока пока до скорых встреч скоро вновь увидимся следующий мой рецепт уже будет завтра не пропустите удачи субтитры